Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И да, вы сделали мне замечание, что я не обратила внимания на Абдугани, то есть на последние кадры. Вы знаете, я как-то на ускоренном, когда смотрела, буквально одну секунду его увидела. Я, конечно, поняла, что что-то не так, но я как-то не рассматривала прям эти две секунды. И я всё-таки решила пересмотреть этот момент. И знаете, непонятно вот где был этот ребёнок. Навешать лапши на наши уши Уралка и Сафарик могут только так, что они делают ежедневно, то есть врут своим зрителям. И где был Абдугани, непонятно. Возможно, он был у мамы. Возможно, он был не у братьев Сафара, а у мамы. Но ему не позволено говорить, что он был у мамы там с сестричкой. А сочиняют вот такие версии. И, возможно, ему как раз и втюхивали, что он там должен помахать ручками и рассказать, где был, понравилось, не понравилось. Вот знаете, если у ребёнка есть настроение, да, и, значит, как Уралка сказала, что вот мы едем за Абдугани, потому что многие спрашивают про него, то есть где он, что он, как он. И как бы я была в ожидании того, что они покажут его, и он расскажет, насколько ему хорошо было у братьев Сафара, насколько ему было весело там с ребёнком, да, получается, с троюродным братом или с двоюродным братом играться. Ну, показали такие кадры, да, просто две секунды кадра, и я сделала стоп, и сделала скрин, и я посмотрела в глазах этого ребёнка просто слёзы. Он просто как будто от чего-то плачет, то ли он от страха, то ли его достал папаша, то ли опять он его трёс, то ли что. Поэтому съёмка просто-напросто оборвалась, оборвалась по той причине, что не могли его, видимо, записать, пришлось Сафару опять отругать, и, возможно, где-то он опять расстроился. В общем, это видео, концовка показывает ребят вот эту вот черноту душевную, просто зверство в отношении ребёнка. Знаете, и ещё заметила, ребят, я, что видеоролик собран просто-напросто из кусков. Вот этот вот кусок, да, где Уралочка сидит в машине и говорит, что мы едем за Абдугани в Екатеринбург, это получается после дачи, да, а с утреца, когда они поехали на шашлыки со своими друзьяшками, да, зигавашками, и с Раилкой, и Иркой, которая тоже там пятую точку кверху задирала, хотела помочь мужикам, а только людей, да и курей насмешила. Так вот, ребят, Уралочка в самом начале видеоролика, когда говорила своё вступительное слово, да, вы заметили, насколько губа её верхняя была низко прижата к нижней, дабы не показывать зубы верхние? Мне даже момент показался, что она немного и шепелявила. Хотя, ну, понятное дело, что возраст такой, да, и у многих моложе, тоже есть какие-то там протезы зубные, да, и всякое может быть, но я ещё всё время задумывалась, думаю, что это Уралочка как-то совсем не жуёт. По ходу Уралка то ли потеряла свои вставные временные челюсти, потому что у неё уже были вставные челюсти, мосты, так как в видеороликах старых и, по-моему, даже в одноклассниках у неё видно, какие у неё свои зубы. Они прям такие огромные, огромные, совсем не такие, как сейчас у неё, которые мы видели постоянно на канале. А здесь какой-то странный видеоролик в самом начале незаметно скрытый просто верхней губой. Дальше она тоже не особо себя показывала, сидела в беседке, только разок на себя там камеру навела близко, чтобы незаметно было, как она говорит, прикрывала зубы свои, зубы. И там были зубы, но такое чувство, что они как будто вот они сточены, впилены, да, ну, готовятся к протезированию. Но, в принципе, это не вопрос, да, у каждого такое бывает. Это я к тому, что ролик был просто клееный. И потом в машине, уже когда Уралка сидела, всё было в порядке, зубы на месте. А потом показали обдугани и попрощались, опять куда-то улетучилась верхняя челюсть. Уралка, она у тебя соскакивает? Она у тебя съёмная, что ли, или как? Вот чё-то как-то я, ребят, не могу пока понять. Кстати, прочитала у себя в комментариях, что вы тоже заметили, что что-то не так у неё с зубами, но с нижними вроде бы там порядок. Там не видно вот такого яркого отклонения. Но верхняя челюсть куда-то моментами улетучивается. И это становится интересно. Нет, ну рассказала бы, что вот хожу к зубопротезному врачу, вот у меня там некрасивые зубы, хочу сделать красивую улыбку. Наоборот, это, я считаю, нормальное явление, да, когда женщина следит за своей полостью рта. И это нормальное явление, но я говорю, что видеоролик странный, собран из кусков, утром они на даче, она без зубов, потом она в машине, уже челюсть шикарная сверху, и потом вдруг, когда забирают обдугани, хотя и ехала с челюстью, опять оказывается, что скрывает губой и пытается как по минимуму показать верхние зубы. Уралочка, видать, сейчас решила заняться зубами, чтобы была красивая белоснежная улыбка, да, чтобы сафарик только гордился своей суженной женой-мусульманкой. Хотя, какая, ребята, она мусульманка? Но я всё же, ребят, жду. Она же говорила, что отдельно снимет видеоролик и расскажет. Помните, на Иркином стриме, когда сафар спросил, ты ислам принял? Она да. Ты мусульманка? Она да. Он сам был в шоке, но Уралка об этом знает больше, чем сафар. Но что-то мы не слышим ни про ислам, что-то мы не видим продолжения с культиватором. Ну вот, показывают нам всякую дребедень. Кстати, вот вытащили они вот эти огромные цементные столбы, которые, возможно, как раз-таки и нужны были. И тут даже вот мужской взгляд просто обычного человека даёт понять, что наделали они ерундистики, и как бы назад им не пришлось опять их класть на место. Уже только, наверное, придётся Уралке помогать, потому что уже втроём после всего, что они там натаскали, они не справятся. Ну, а снимать тогда кто будет? Ну, вообще-то, есть штатив. Иногда Уралочка прекрасно справляется без сафарика со съёмками. Это же деньги. А деньги нужно зарабатывать. А у них заработок на Ютубе, поэтому приходится всё снимать. В общем, ребят, что происходит? Вот каждый день что-то новенькое. Но меня больше всего напрягает Абдугани, которого явно, заметно обижают. Ребёнок чувствует некомфортно себя в этой семейке. Я думаю, в следующих видеороликах его покажут. Его уже опять наштурхают, как и что он должен говорить, и ему главное не запутаться. Но мне его так жалко, когда они его вот учат, учат, что надо сказать, о чём нельзя говорить. А он прям вот путается, как с этой формой. Забрали из школы. Из школы. То есть это она, когда говорила из школы, он должен был расстегнуть свою куртку и показать, что он в школьной форме. А он её расстегнул уже после того, как Уралочка сказала, потому что сафарик за кадром показал. Он несколько раз расстегнул эту куртку, что-то издёргался, изнервничался. А во вчерашнем влоге вообще без слёз невозможно было смотреть, потому что ребёнок как загнанный, запуганный зверёк. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok